Приветствую, меня зовут Артем Первушин, на канале по инвестициям на фондовом рынке. Это очередное видео из эксперимента, где я коплю миллион с нуля. Это наша первая цель. На индивидуальном инвестиционном счету выглядит он сейчас следующим образом. В этом видео я его в очередной раз пополняю. Я его пополняю, напомню, раз в неделю. И посмотрим на его результативность, его доходность. Плюс он уже перевалит за 300 тысяч рублей. Я думаю, что самое то, самое время будет сегодня закупать не FXUS, а доллары для того, чтобы потом продать FXUS, купить на оставшееся средство доллар и инвестировать его в отделе американские акции. 20 400 рублей мне пришло на этой неделе, минус 6% налог. 19 176 рублей я должен пополнить. Нажимаем «ИС», нажимаем «Пополнить». Вводим сумму 19 000, точно до рубля 176 и пополняем. Замечательно. Заходим теперь в портфель. Я напоминаю параллельно, что я буду брать не 13% возврат налоговый из НДФЛ, но я буду держать «ИС» 3 года и более, потом продам его, закрою и выведу средства без уплаты налогов. 302 000 рублей на счету. Такая мини-цель номер 1 достигнута. Теперь можно составлять портфель из отдельных американских акций. Но пока сейчас предновогодние праздники начинаются, приготовления, плюс у меня много работы. Мне пока что не до того, плюс доллар упал. Я куплю доллар, акции выросли, акции покупать пока что не стану. Пока что у меня пусть лежит FXUS, как до этого лежал, а на новое пополнение я просто буду покупать валюту. Скорее всего, куплю акции уже в начале 2021 года, потому что сейчас действительно много задач, много работы, и я выделять время сюда свое не успеваю. Но, вот с другой стороны, это значит, что целый месяц вот эти деньги не будут работать. Хотя, возможно, что они бы неслабо приросли. С другой стороны, я их инвестирую в доллар, который упал к рублю. Это хорошее, прямо идеальное место для покупки, если мы оглянемся назад. И сравним с еще недавними ценами в 80 рублей за 1 доллар. 73 кажется достаточно сладкой ценой, и, возможно, я даже получу какую-то доходность, допустим, если он снова подрастет до 80. Сколько там получится? Примерно 8%. Тоже неплохо. Нажимаем купить. Покупать мы будем по единичке. 264 лота. Покупаем со счета ИИС. Комиссия, обратите внимание, почти что 10 рублей за покупку. Это немного. Отлично. Доллары куплены. Заходим в портфель. Смотрим, что там происходит с индивидуальным инвестиционным счетом. Доллары. 264.2 на 19 тысяч рублей. Замечательно. Ну и в акциях пока что вот американская компания лежит еще 282 тысячи. За сегодня, кстати, не слабое падение. Это что значит? Это значит, что самое время инвестировать. Покупаем доллар. Ну и, возможно, этот доллар я бы покупал акции, которые просели. Но пока что вот не до того, так скажем. Заходим в аналитику, смотрим, что там со счетом происходит. Это что касается счета основного. Нас интересует брокерский. Ага, это весь портфель. Нас интересует индивидуальный инвестиционный счет. То есть там было с учетом и ИИС, и обычного брокерского счета. А вот как ведет себя индивидуальный инвестиционный счет за месяц. Он прирос на 419 долларов. Это замечательная доходность, которая образована из ничего. Этого счета, напомню, индивидуального инвестиционного могло бы и не быть. 300 тысяч рублей я вот накопил буквально из ничего за счет того, что веду этот YouTube канал. Это замечательно. В рубли, если мы переключим, думаю, там будет убыток. Нет, даже не убыток. Но обратите внимание, 400 долларов это больше, чем 16 тысяч рублей. Я много раз объяснял, почему так происходит. В первую очередь потому, что доллар упал. Доллар упал, и вроде долларов стало больше. Но в рублевом выражении за этот месяц образоваться мог либо убыток, либо просто сумма будет меньше. Когда доллар восстановится до среднемесячного, так скажем, значения, ну, эти вот 400 долларов будут равняться, сколько они там будут? 25 тысяч рублей, да? Не хочу сейчас считать, переводить. Ну, вот такая вот доходность за этот месяц в рублях. Так как я инвестирую в рублях, в рублях показательно смотреть именно в рублях. За полгода заработал 25 тысяч рублей. Вот буквально из ничего эти деньги приросли. Я и 300 тысяч буквально из ничего накопил, но его 25 приросло. Тоже неплохо. А вот так выглядят рынки сегодня. Слева сверху американский фондовый рынок. Он находится на историческом максимуме. Покупать акции сейчас, ну, не то чтобы страшно, но объективно дорого. Объективно дорого рынок сейчас оценивает текущее состояние экономики достаточно позитивно. Хотя вот я бы, я бы в идеале купил бы его где-нибудь процентов на 15-20 дней. Жук, знаете, вот сюда вот в идеале бы подождать снижение. Но в любом случае инвестируя что на ИИС, что на основном брокерском счету в долгосрок, долгосрочно. Поэтому я на падении, на снижение курса акций продавать не стану, буду только докупать. Ну и вот справа снизу доллар, вы видите, преодолели трендовую линию. Технический анализ хорошо отрабатывает, кстати. Ну и вот этот уровень, вот эта вот линия находится где-то на отметке чуть ниже 73. Сейчас доллар стоит 73,3, кстати. Не думал, что так сильно низко упадем, но вот как получилось, так получилось. Технический анализ пока что отрабатывает. И что я хочу сказать, ссылку я оставлю внизу на социальные сети, другие свои. Допустим, вот мой телеграм-канал, что вот на ютубе тоже меньше появляюсь. Основной контент где? В телеграме тут есть информация об этом заключительная, но вообще он в инстаграме. То есть вот телеграм, ссылка внизу, можете зайти почитать. Нас тут почти 17 тысяч человек. Буду рад, если будет 17 тысяч. Тут больше про инвестиции, про финансы, в том числе и про трейдинги. Так как на основном своем счету криптовалютном торгую, то есть я зарабатываю деньги на трейдинге, снимаю прибыль и инвестирую эту прибыль в долгосрок. Вот, я, соответственно, пишу тут иногда еще и о трейдинге. Но что я хотел вам показать, рассказать, я думаю, что далеко не все это видели, ссылку оставлю на инстаграм. Здесь у нас в сторис проходил эксперимент последние две недели, где людей, двух человек с полного нуля учил торговать на бирже и показал их результат. Там у нас целый эксперимент получился, поскольку все мы люди. И вот были сложности. Вот начиная отсюда, смотрите вот влево, то есть вот начиная с этой сторис, ее смотрите до конца, вот эту сторис и вот эту три вот тут закрепленных сторис, их там довольно много. Но сюжет достаточно интересный получился. Вот как-то так. Ну и посты тоже почитайте. Здесь вот контент основной в инстаграме. Многие на ютубе ждут, не могут дождаться. Почему? Потому что я в инстаграме в основном видео делаю. Ну а также для всех новых зрителей подарок от моего канала и Тинькофф Банка. Ссылка будет внизу на открытие брокерского счета. Вы на 5000 рублей покупаете за первый месяц себе акции и Тинькофф дарит вам сверху 1000 рублей. Если что, у меня на канале было видео, куда деть эту 1000 рублей, куда ее инвестировать. То есть проблемы, я думаю, с этим не возникнет. 1000 рублей такая вот бонусная, пассивная, думаю, никому не помешает. Ну и ссылка еще внизу на дебютовую карту. Это обычная карта, вы с нее оплачиваете покупки не в кредит. И вот за первый месяц на 5000 рублей каких-то покупок сделаете. Вам сверху всех кэшбэков, бонусов дадут еще 1000 рублей подарком. Тоже почему бы не воспользоваться, тоже можно у них акции купить. Вы и так потратите 5000 рублей, тем более сейчас Новый год. Эти деньги вылетают моментально. Ну вот 1000 рублей вы сверху получите. Ну и вот тут вот 1000 рублей тоже есть. Можете воспользоваться. Ссылка внизу. Подписывайтесь на канал, ну и на другие мои социальные сети. Тоже под видео есть контакты. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok